что было бы больше в интересах России. Поэтому ни в коем случае не давайте себя развести дешевым пропагандистским штампом санкции против России. Усманов, Кириенко, Бастрыкин и Соловьев – это не Россия, к счастью. Ну а реакция Лаврова Захаровой на наше с Ашурковым сегодняшнее выступление показывает, что мы нащупали болевую точку. Все их лживой гадины дотянулись, возможно, до Кащеевой игры. Уж они просто и зашли с пеной. Очень это хорошо, продолжим нажимать, написал Волков. И вроде все хорошо и понятно, но посмотрев его последнее интервью МБХ Медиа, у меня возникли вопросы. Поняла. Я как раз хотела спросить у вас про внешнеполитическую работу. Вы сказали, что это новое направление для сети штабов и для ФБК. Каким образом происходит эта работа? Что вы уже делаете? Что планируете делать? Значит, ну, это довольно все кубично видно, как это происходит. Мы сформировали еще с Алексеем список из 35 человек. Это люди в максимальной степени причастные к тому, что путинский режим функционирует в таком виде, как он есть. Ключевые пропаганды, ключевые силовики и ключевые кошельки, которые все рефинансируют. И мы, да, общаемся с европейцами и с американцами по персональным санкциям. Мы при этом объясняем российским гражданам и нашим сторонникам, что это не санкции против России ни в коем случае. Это санкции против Путина, против его ближайшего окружения, которое, безусловно, в интересах России, в интересах нашего народа, нашего гражданского общества. И мы понимаем, что такого рода санкции, когда и если они будут приняты, они станут важнейшим таким инструментом воздействия на Путина и, в первую очередь, повышение такой внутреннего раздрая, внутренней турбулентности в кругу его сторонников. Да, мы очень надеемся, что в какой-то момент все эти Абрамовичи и Ушмановы поймут, что либо они переходят на сторону народа и содействуют какому-то мирному транзиту, начинают работать над тем, чтобы изменить конфигурацию власти в России, потому что Путин для них больше не возможность зарабатывать деньги, а возможность потерять деньги. Либо они просто все теряют. Повторю, либо они переходят на сторону народа и содействуют мирному транзиту и конфигурации власти, так как Путин для них больше невозможность заработать деньги, а их потерять. Либо они просто все потеряют. Слава Волкова. То есть они дают им шанс оставить что-то у себя, а также какие-то гарантии. Все сводится к борьбе не за право, свободу, честь и будущее, а к борьбе за расположенность олигархов. Как в России будущего во главе с Навальным могут остаться все те, кого он столько лет разоблачал? И тут не виноват ФБК. Не имея массовой тотальной поддержки всей страны, они вынуждены идти на уступки и выбирать из нескольких зол меньшее ради нашего будущего. Только в активном всероссийском тандеме ФБК и народа мы сможем не договариваться и идти на уступки, а диктовать свои условия сами, чтобы все ими награбленное вернулось в бюджет страны, чтобы в России будущего были только те миллиардеры, которые законно заработали свое состояние своим умом и предприимчивостью. Тем более, что такую борьбу за олигархов с большей вероятностью выиграет Путин. Ну заморозили несколько миллиардов у Усманова. Неужели в такой огромной стране Путин не выделит ему еще средства? Очевидно же, что он понимает, что если пойдет на условия ФБК, чтобы не потерять оставшееся, нового ему, как Путин, никто никогда уже не даст. Да и практика показала, что без особых волнений в нашей стране для таких целей вообще могут отменить пенсии. Еще в 2017 году Путин принял федеральный закон, по которому те его дружки, кто попал под санкции, не признаются налоговыми резидентами, не платят налогов. Поэтому не стоит надеяться только на силы санкций и ФБК. Без массовой народной поддержки именно той прекрасной России будущего, которую представляет сам фонд борьбы с коррупцией, Навальный и каждый из нас не получится. Поэтому продолжаем распространять информацию и агитировать людей, как выходить 14 февраля во двор с фонариками, так и к мирным прогулкам по бульварам этой весной, так и к самым активным действиям, когда на улице выйдет достаточно человек. А вы как считаете? У вас тоже есть свое мнение? Поделитесь им. Хватит молчать. Кто дальше будет в стране, Александр Владимирович? Чего ждать? Скажите, как вышло. Дальше. А что дальше? А давайте посмотрим на начало. В 18-й годе, в 18-е годы, в 18-е годы, в 19-е годы, в 18-е годы, в 68-е годы устроили святое повеще. За этот период гражданской войны, в Великой Отечественной войне, мы побеждаем и создаем мощный промышленный, сельскохозяйственный попыль, зал аналогов. И лучшие годы в экономике, послевоенные годы по-русски. Да, 68, все равно. В 85-м начинается перестройка, а под нее заложен фундамент уничтожения страны. Потом осталось не понятно. В 85-е, 2020-е. Сколько лет? 36 лет, да? И что сделано в это время? Войны не было, гражданской, Великой Отечественной войны не было, финской не было. Да, уничтожено напрочь промышленный панкетал и сельскохозяйственный панкетал. Теперь дальше опять посмотрим, где наши рабочие классы. Кто же уничтожен? Вот Москва. Заметьте хоть одно действующее предприятие. А на каждом из них работало 15 тысяч рабочих, 18 тысяч, 20 тысяч. Ни одного промышленного предприятия. Под корень вырублен рабочий класс. Из тех, что были, там салюты, есть оборудование какие-то остались. Да, профессионально-техническое. И не тот объем. Да, профессионально-техническое образование. И вообще нет. Вырублено под корень, да? Ну ладно, Москва. Берем Волгоград. Промышленность напрочь уничтожена. Рабочий класс подношен. Зачем это все бывает? Создавалось общество потребителей. Не созидателей, а потребителей. И когда создается общество потребителей, теряется честь, достоинство, совесть. Вы знаете, у меня философа Густава Легона, а я его еще читал в советское время, в Ленинке стояла грифка «Чтение не выдавать». Но я умею это сделать, нечего мне договориться. Я не выдавал, что. Мне замечательно высказывали по поводу того, что мы сейчас с вами ощущаем, как раз ответным вопросом. Общество, внешенное идеологией, а вместе с некими национальными идеями, может претендовать на одно название – Стана Марана. Вот кем нас считает Семен Кириллова. Она создала из общества Стана Марана. И такими нас, так сказать, такими и управляет. Ну вот, Мараны, Мараны в кавычках, да, пошли на улицу. В кавычках, конечно. Я не хочу обидеть нас, которые от начала и до конца верят. Если бы Навальный появился в 91-м, в конце, когда был Ельцин, когда у вас с Ельцином были свои отношения уже, еще более-менее. Вот если бы Навальный появился тогда и показал бы, допустим, что Маин Иосина в подарок получает там картину. Ну, окно, сейчас картину. Вот что было бы, какая реакция была бы у русского вице-президента России, у Ельцина-президента, у вашего закадычного товарища Бургулиса даже у него, этого змея ползучего. Вот как бы реагировала та власть? И на их реакцию я очень много могу разговаривать. Потому что я руководил между Ельцином и коммунистом. По борьбе с коррупцией? Да. Не по своей ницетей. Ельцин приказал. Ельцин. Да. Вот. Комарычи. Не понимаю, чем это закончится. Для Комарыча. В том числе и для него. Для него, да. Почему? Потому что когда-то в детстве в хлебном магазине у меня выпекли. Я пришел с велосипедом в деревню крысу. Ну и дед говорит, ну, если ты разявая, ну что-то такое. Кто тебе липит, ты будешь везти в лосипет. Я думал, как она. Пошел и свинетил мне. Мне так свинетил дед потом. Я на всю жизнь запомнил. И с того времени я никогда в жизни ничего себе чужого не присваивал. Это вот сразу не выражалось, что он подзывал. Не трогаешь чужое. Не имеешь ты права воровать. Все. Но вот Ельцин бы увидел этот фильм о Геленджике. Не понимал, что вот человек с таким сознанием, он не будет под козырем брать. Железный. Не будет брать. Что касается и навальника. Я уже не раз в открытую говорю. Да и Путину это говорил в 16-м году. Ванил Евгеньевич, кем вы себя окружили? Смотрите, мне. Это клоуны, дебилы. У них одно уме, как украсть. Они не способны подготовить предложения. Они не способны реально ценить обстановку. Они не способны защитить своего главу государства, на котором они работают. Вот сегодняшний итог. И чтобы Путин ответил в 16-м году. Что мне ответил, говорят, ну, Александр Владимирович, вы вообще не меняете, все, так и все не меняется. Ну, он затронул еще вопрос своих посланий, я потом расскажу об этом. Так вот, навальник. А что мешало, вот появился навальник, борется с коррупцией. Владимир Владимирович, дает команду, пригласите меня навальник. Конечно. Да, поставили телекамер, рассказали. Алексей, молодец, хорошую тему взял. Давай я тебе создам междуведомственную комиссию. Да, по борьбе с коррупцией. Да, командируюсь в ФСБ специалистов, из МВД специалистов, из прокуратуры и занимаюсь. Ручки, ты прямого подчиненного имени. Никому не подчиняйся. Только раз в месяц мне доклад, видеосъемка на сайте. Все. Димаш, Навальному сказать в этом случае я не буду. Это все зафиксировано на камерах. И тогда президент скажет, ну, вы поняли, что это для чего я? Для чего он это делает? Я ему предложил заведомственную комиссию, хорошую зарплату, прямое подчинение, безопасность, безопасность. И не было сегодня бы никаких вот этих вот протестов. Что ж Путин так не сделал? Как-то у Соловьева на телепередаче закроенную тему борьбу. И вот оппозиция и все прочее. Вот сегодняшняя оппозиция, ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» – это не оппозиция. Они на финансирование из бюджета. Это что это за оппозиция, которая финансирует бюджет, а бюджетом работает правительство и глава государства. Это не оппозиция, да? Оппозицию создает власть своими руками. Вот она создала Навальку, да? Создала еще там, так сказать, направление. Но это уже не управляемая оппозиция, она не финансируется. И на что она способна? Мы не знаем, что будет за этим. Понимаете? Вот это вот как раз то, что я вам говорю, это вот деятельность администрации президента. Чем это? Не, ну Путин так не сделал, не познал, не Навального. Ну, я же, держу Кириленко, например, политика, вот это все, что происходит, это как раз не только политика, да? Можно же было подойти, Вадим Владимирович, давайте Навального пригласим, потому что непонятно, почему это все закончилось. Он же прав, он же прав, он же не высасывает это все из пальцев. Он же не пришел Кириленко с этим пригласит, да? А возьмите вот эту боль сдачу, это ж они подставят, Владимир Владимирович. Ведь можно было виснуть, сказать, да, проехать, вот так. Вот прием иностранных делегаций, президентов. А коммерческие структуры участвуют, вот они тоже будут иметь право, вышать сюда иностранных. Покормить, отдохнуть и все, как все. А в совершении зоны. То есть, кто же киселек, вот я говорю, я и ворк. Ну, я не могу лицезреть, почему уничтожить ошлака от таких людей. Вот такое химение, вот такую раззотность несет. А кто это создал, вот эту систему, которая развивается с ним? Громов есть такой, да, да. И вот народ уже не смотрит телевизор, все ушли в интернет. Почему? Потому что там сплошная ложь, там кто кого изменит, да? ДНК совпадает и не совпадает, тот кого родил, вот этот бред, ложь, грязь и все прочее. Ну, какое у нас формирует мировоззрение? Сначала протест. Вот знаете, они не могут разговаривать с ними, без языка, 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 без языка. Что будет дальше? Чем будет теплее? Деньги заканчиваются. С 1 июля новое повышение тарифа. Как нам говорят, впереди выборы в Мосгорудку. Хотя рисунок, я понимаю, вообще не знали. Тем не менее, как поведет себя народ? Русские народы, российские народы, как? Каким обществом легче в своем праве? Тем обществом, где большинство населения в Крамле. Потому что человек, в первую очередь, как ему решает Крамле. Она мучает в Крамле. Дальше, если в обществе определенные числа, у нас на данный момент, значит, четверть населения нищие, да? Значит, это тоже хорошо, это можно купить, да? Банкные дужонки, паленые, трубку, водки, и голосуют за кого-то, кого надо. Вот таким обществом легче всего управлять. А если в обществе нет проблем, и общество не нищее, с ним надо договариваться, понимаете? Поэтому вот сегодняшняя работа, вот, а это работа администрации и президента, я вообще смотрю на всех этих вот, кто там есть, да, на всех этих вот, все без заключения, ну, что-то близко к клоуну, понимаешь? Потому что люди не способны абсолютно ни на что, абсолютно ни на что. Ну, это огромная пара, которая получает шикарную зарплату. А потом, когда я как-то пришел к телевизору, мне говорят с экрана, что у Материенки 50-400 пациентов, и все умеет, и все существует. За что? За то, что за тот период, пока она была губернатором, и ее сынок стал миллиардером, за это что? Понимаете, поэтому вот это все впитывается, впитывается, впитывается в подсознание. Вот. А в конечном итоге, я уже говорил, сначала появляется возражение всего этого, а потом возражение главных переходов нет. Да? А легко ли остановить меня? Или есть правильность? Ну, невозможно. Невозможно. Вот все то, что хорошее сделал Путин, надо быть объективным. Много всего хорошего. Все перечеркнуто просто одним расчетком. И кто это сделал? Это сделал его служение, его администрация, его правительство. Он же всех оставил в своем месте, никого не провел. Вот произошла смена правительства. Одного убрал, ну, понятно, да? Ну, это просто какое-то недоразумение. И второе недоразумение поставил. Всех перетасовал. Вы понимаете, сама формула, сама модель либеральной экономики привела страну вот к этому, видите, позорному состоянию. И все равно держится. Есть Серега Гвадзе, я его знаю, все еще, ну, что-то, 18-го года, я его знаю, с 90-го года. Ну, это замечательный человек. Задвинут в сторону? Задвинут в сторону? Задвинут в сторону? Задвинут в сторону? Не, он был помощником. Задвинули после? Я ему говорю, Сереж, ну, ты же докладные пишешь, президент. Он мне подарил свой день. Он раз в годах. Да. Говорит, ну, вот видишь, меня куда назначили? Никуда. Министр экономики СНГ. Что это? Ну, кто это? И что это? Но его не хотят слушать. Его оплевывает вот эта стая жуликов и воров. Оплевывает. Есть Миша Хазин. Но я скажу, это финансовый гемор. Тоже предлагает финансовую модель. Выставить в страну. Его слушает кто-нибудь? Нет. То есть понимаете, что произошло? Отжали способных умных людей. Отжали. И вот они вцепились зубами. И держатся. Почему? А потому, что кто бы ни пришел на рыбь. На рыбь. Кто бы ни пришел. Потому что за то, что они сделали со страной, надо отвечать. Посмотрите, по нас создавали структуру, разведка, смотр, досмотр по вывозу капитала. Создали коррупционные системы. Откатил и вывозил. А все на все надо было принять закон, о котором я сто раз говорил. В 80% прибыли бизнеса, вот вы бизнесмен, вы по закону обязаны вкладывать в развитие своего бизнеса. В создание новых рабочих мест. А 20% любовницы, яхты, самолеты и все прочее. Ну и попробуй в этой ситуации его видеть. Потому что налоговая инспекция знает, какую вы получили прибыль. И вот 80% этой прибыли вложить в развитие собственного бизнеса. В создание новых рабочих мест. Вот тебе реально становятся миллиардеры. У себя в стране ничего не вывозится. Создаются новые рабочие места. И решаются самые главные социальные вопросы. Вы сколько лет об этом говорите? Я в этом говорю с 1993 года. Кто будет дальше президентом? Это сколько лет прошло? 27. Скажите, кто следующий? В 1992 я написал монографию «Рента». Рент, я помню. Вспомните, да? Как мне только не оплевывали. Я все равно взял от объема экспорта сырьевых энергетических ресурсов 5%. 5%. Я даже не поленелся прессию к тебе ехать. Я взял, перечитал на сегодняшние деньги, сколько бы каждый гражданин российский мир... Если бы была природная рента... 75 тысяч рублей. В среднем. В среднем. Ты, твоя жена и твои детки, да? Нужны тогда социальные статьи, которые разворовываются. Вот социальная статья о здравоохранении. Я надеюсь 100%, 80% просто разворовываются. У тебя есть деньги, ты пошел, получил медицинскую помощь, да? Пенсионный фонд. Разворовывается, там уже дыра, бублика. Ты получаешь ренту. Во многом все упрощается. И получаешь на свой счет. Ты дашь украсть? Ну, как в Саудовской Аравии, как в Эмиратах, конечно. И вот цифра. Смотрите, вот вы сейчас называли Саудовскую Аравию. От экспорта барреля нефти нам в бюджет возвращается 35%. Да. Это еще надо посмотреть. А это официальный цифр. А в Саудовской Аравии 87%. Почти 90%. Да. А куда делись 50%? И вот включаешь этот ящик, смотришь, Роснефть, национальное достояние. Газпром, национальное достояние. Мы теперь смотрим в Саудовскую Аравию. Роснефть. Из 11 человек в Саудовскую Аравию, 7 иностранцев. Газпром, такая же, Сбербанк, такая же ситуация. Вот куда уходим? Судя по всему, кто следующий президент Путин, судя по всему. Мы знаем реакцию Европейского Союза на поправки в Конституцию. Они, честно, еще в августе сказали, все эти поправки, включая поправку Терешковой, для нас нелегитимны. Это значит, что они честно предупредили решение парламента Евросоюза. Рекомендательное решение, но они честно сказали. Ребята, избирается Путин правдами, неправдами, он нелегитимен для нас. Мы его с визитами принимать не будем. Это новые санкции, как с Лукашенко, который никуда сейчас не ездит. Его тоже, Евросоюз или его сначала, потом и следующие, не видят президента легитимным. Кто следующий президент, если в 2004 году Владимир Путин не идет на выборы? Живем по старой Конституции, которая, кстати, легитимна для Евросоюза. Что за человек? Объясните. Давайте отлистать. Так. 1993 год. Расстрел высшего органа государства. Парламент. Парламент. Конституция 1978 года действует. В октябре расстреляли, а в декабре выборы в государственном доме. Конституция этого органа власти нет, новая конституция не будет. Избирают парламент, государственные дни. Ни в той, ни в другой конституции этого органа власти нет. Это легитимно? Ну нет. И называют это переходный период. Тогда Клинтон сказал Сергею Санчуфилару, сделайте что-нибудь с этими полковниками у вас. Мы выбрали черные полковники. А мы закроем на это глаза. Теперь дальше. Я правильно цитирую? Правильно. Они закрыли американцы на это глаза. Сейчас американцы не закрывают глаза. Сейчас Байден. Сейчас не Клинтон. Да. Теперь дальше давайте посмотрим. Переходный период два года. Как принимали эту конституцию тоже. Знаете, ну, примерно. Ну, что-то не на пеньках. Потому что Парфилова дальше поговорит. Да. Как Сталин говорил. Не важно, как голосуют. Как посчитать. Да. Важно, кто посчитает. Да. 95-й год. Опять голосовали. Да. Испирают государственные дни. А чуть-чуть туда переставим. 8-го Белорусского дома подписали 12-го ратификации. Опять нелегитивно. Как коммунисты себя вели 12-го декабря 1991-го года? Все коммунисты? Все. И Зюгаров тоже за развал СССР? Да. Стенограмму можно взять, посмотреть. Да, да. А сейчас они видели, какие блокады. Только 8 человек было против. Они, понимаете, это вот свои... Пойду, когда вы выступали тогда 12-го на Верховном Союзе? Викторович, это не коммунисты. Это не надо путать. Сейчас это, знаете, вот эта среда. Они вот сидят в кустах и смотрят, вот когда победа забрежет, хватает флаги и бегут брать власть. Это вот сегодняшний коммунист. Тогда я выступил в Верховном Совете, вы в курсе дела. И призывал депутатов не голосовать. У вас было 8 человек, кто были против развала Советского Союза. Да, я до сих пор помню. Вице-президентом Руссии. Помню до сих пор. 101-я статья. Это пререгатива была съезда народных депутатов. Ратификация. А рассмотры на Верховном Совете? Я подошел к Хазбулату. И подошел. Ты два раза трясни. Руслана, это нельзя делать. Восьмого не подписали, а в 12-го готовили ратификацию. Я ему распекаю, говорю, не делай это. Ты понимаешь, что ты совершаешь преступление. Вот этот клише получишь на всю жизнь. Не делайте этого. Съезд собирайте и давайте на съезде рассмотрим. Ну, как по закону? По закону, как по ложу. Значит, ратификация этого сговора уже не легитима. Потому что это не должен был голосовать съезд. И после того, когда ратифицировали, сколько раз выносили это на съезд. И пока съезд не расстреляли, съезд не ратифицировали. Значит, что? Оно не легитима. Оно не легитима. Оно закон. Понимаете? То есть, если опираться на закон, оно, а сегодня закон сам. Вот славяне, мы славяне, жили по кону. Кон. Вот руководствовались коном и жили. А сейчас закон. Закон. Понятно, да? Вот что хотят, то и творят. Вот от балды взяли и закон. Кто будет президентом? Будет трансфер власть? Или полный слом системы? Как вы видите? Так вот, да, жидкость это дело. Это абсолютное большинство КП. Да? На счастье Ельцарова. Да. А в 93-м они спешат. Хорошая понятия. Значит, Зюганов пошел поднимать народное масло. И не поднял никого? Да, по-шему, он поднял. Он сказал, дома сидите. Нет, 2-го октября. Телевизор сказал, сидите дома, их не подняли. Их это у вас в Белом Доме. Ну, конечно. А они сразу ушли из Белого дома? 22-го числа. Вместе с Зюгановым поднимать народное масло. А расстрел начался утром в ночь 23-го. Что? Расстрел Белого дома. И это что? Расстрел Белого дома начался... Как отец? 4-го числа. 4-го? Октября. Октября. Да. А коммунисты ушли 22-го сентября. А мы теперь празднули День народного элитиста. За неделю даже больше. Да. Я с ним уже в Белого дома пошел поднимать Шахтера. Есть вести прохлад. Есть вести прохлад. Да. Я сижу в Лефортово и слушаю по радио. Слушаю. Шевцанов, Севицкий, Новский. Подписываюсь с Ельцным соглашением о взаимопонимании и сотрудничестве. Посмотрите мои ощущения, да? А в 95-м они опять абсолютное большинство. А залоговые аукционы когда начались? После этого. 95-96-х. Кто большинство в Госдуме? Подарок олигархам. Коммунисты. Коммунисты. Что сегодня они вопят по поводу приватизации и расставки национального достояния? А вы говорите, кто будет? Вы понимаете, все более-менее, скажем так. Разумные и последовательные лидеры убраны с политической сцены. Убраны. Почему? Ну вот смотрите. До 2000-го года, в 96-й, 2000-й я был губернатором. Да? Я благодарен судьбе. Тогда я понял, что такое народное хозяйство. Вот сегодня мне лапши навешают на уши. Ну просто невозможно. Потому что я прошел школу управления народным хозяйством. Я получил область с дефицитом бюджетом минус 45. Курская область. Прямо скажем, не самая богатая область. А в 2000-м профицит 28. А в промежутке 96-й, 2000-й, 98-й дефол. И ни одного трансферка я не получил. Нет, ну не объясните. Вот я... Камера, контроль скорости. Ограничение 60 км в час. В спину. Я собираю. Вот сейчас все... Я караул, мои зрители, мы набираем. Ну вот допустим. Мы с Ирочкой подключим вашу жену. У нас 200 тысяч подписей. Рудской в 2004 году кандидат в президенты Российской Федерации. В спину. Не так уж много. Байден будет постарше. Звезда героя. Рудской уже был вице-президентом. Вторая в стране должность. Был губернатором. Все видит. Ненавидит говно все это. Что тут говорить? Все понимает. 200 тысяч, там по-моему не больше. 200 тысяч голосов. Миллион, не важно. Я сейчас не помню сколько по закону. Андрюш. Вы же откажетесь? Откажетесь. Почему? Или нет? Ну откровенный разговор. Давай смотри. Смотрим. На вас. Я вам в глаза смотрю. Спрашиваю. В 2000 году у меня заканчивается срок полномочий. Я подаю документы на избрание на службу срок полномочий. Губернатор? Да. Меня снимают с регистрации ночью. Ночью? В субботу. Вычеркивают фамилию? Нет. Потом вписывали от руки? Да. Когда вернулась. Да, когда давали бюллетень голоса, вычеркивали фамилию. А сняли ночью у меня с регистрации, за 12 часов до голосования. За то, что я не указал площадь балкона служебных материалов. И указал Волгу в 83-м году в Рубске, которая вернулась. Это как суд над Бондаремом. Ну и что? А дальше... Камера, контроль, скорость. Ограничение 90 км в час. Избраться в Госдуму и губернатору. Меня либо не регистрировали... Ну отсекали, да. Да. Либо снимали регистрацию. Стоп. Еще раз. Сейчас другая ситуация. Да. Но, вот смотрите. Мне про Брежнев не надо говорить. Если что, так народ, он как, мы видим, реагирует. Еще раз. К Рудскому говорят. Дядь Саш, мы тут по тебе и байки сочиняли, и караулов тебя на экране наклонял, и книги писали. Я, извини, все, к сожалению, сильны заднему. Камера, контроль, скорости. Ограничение 70 км в час. Не об ошибках Рудского, или не ошибка, о спасенном Рудским заводом подводных лодок нижнего в Комсомольске-на-Амуле, о многом другом. Забыли. Все. Значит, жить надо сегодня. К вам приходят 200 тысяч народу. Молодые. Их не пускает, конечно, Ирка на порог. Ваша жена, она хочет, чтобы жили дольше. Но мы ее не спрашиваем. Она очень гостеприимная. Гостеприимная. Значит, пускает и говорит, ребята, нахрена Ирка, сиди, она здесь нет, она наслышит. Сиди спокойно, сейчас будет момент истины. Подожди. К вам пришел народ, сказал, дядя Сашин, прости, что-то не понимали, не видим никого. Это либо вот от этого, либо он к Навальному тоже вопросы, как он летал над дачей Медведев. Что ж его не сбили? Там что, с воздуха что ли не охраняют? Ну, смешно, он не объясняет. И там вопросы, тут вопросы. Дай-ка вот ты будешь. Или черт с тобой, дядя Сашин, не надо так. Но скажи, на такого, как Рудской помоложе, тоже со звездой и тоже с прошлым, за которое не стыдно, кого ты, Рудской, рекомендуешь президенту? Какая фигура, какой образ, какой характер, какая позиция, да, вор должен сидеть в тюрьме, воры делают все, чтобы убьют Рудского, я все понимаю. Но к вам пришли не ко мне, а к вам с женой люди, с той же Курской бюджетной. Ну, я понял, я понял. Что вы им говорите? Ну, вот, давайте смотреть так. Давайте. Да, действительно, у меня биография, где три строчки, как сегодня при назначении. До этого был Афганистан, Рудской, который бомбил вручную, все и так далее, за это звезда, взбивали, судьба есть. Сегодня кадровая политика, достаточно иметь три строчки в биографии. Родился, учился, женился, и министр, даже не имея отраслевого образования, это запросто. Ну, как вы, у Ельца же, они хоть школу-то у вас закончили, эти студенты, да? Да, понимаешь. Мальчик в каких-то там штанишках, в розовом штанишках, кожевых. У нас, кроме меня, да. Нет, вы не виляйте, мне сейчас скажите, к вам пришел народ. Сказал, дядь Саш, жить в России надо долго, ты в хорошей форме. Я никогда карьеризмом не страдал. Это не карьера, это смерть. Но если я способен исправить, создавшись в положении, а я знаю, как это... А что ж не способен, без таким образом? Да, я знаю, как это из... Почему? Потому что, начиная с 1991 года, нас с Ельцином избрали, я видел это, что создавал, чтобы оказаться в этом положении. Поэтому я знаю, где надо клин вставить, чтобы это дальше не двигалось, да? У меня есть опыт, я уже говорил, управления хозяйствующим субъектом, да? Да, сейчас. Но я что-то не разумал. Те же тарифы, которые сегодня будут рады, да? Что вы и должны сказать, Александр Ильич? Так вот, если будет... Ну, он ждет ответа. Если будет моложе меня, с таким же опытом работать, я пойду за ним спина к спине. Вы такого видите? Или вы видите себя? Или ни себя, ни кого? Сейчас разговор не конкретных фамилий. Мы пытаемся понять, кто может из этого сегодняшнего, когда ни одного завода за последний год, ни одной красной ленточки, не знаю, может, вы открыли где, я не слышал, ни концерна, ни фабрики. Когда программа 2020 с позором провалилась, когда вакцинирована в России, сколько мы о победе говорим, неужели вас правда сказал? Меньше 1%, 0,6%. Мы с тобой уже говорили оптимизацию. Александр Владимирович, какой человек должен быть, и есть ли такой в России? Два вопроса сразу. Ну, какого характера, типа, судьбы, двойной тюрьмой, звездой? Не посчитайте меня в секторе, но на данном примере есть один борт. Русской борт. Я с этого наше к вам приду. Вы что, пошлете, скажете, я старенький стал, помидоры он выращиваю по 3 килограмма? Я этим горжусь. Это тоже у меня хобби. Да. Я понимаю. А у тебя, кстати, выросли. Ни фига, они выросли. У меня здесь солнца не было. Сейчас мне о помидорах, а вас речь. Вы говорите, да. В России всегда есть люди. Из любой ситуации есть люди. Есть вы, есть Ишаев, который в бас-летности не туда ждет. Есть те, кто понимает хозяйство. А у нас ядерная страна и понимает оборот. У нас есть люди. Только эти имена в голову и раз не приходят. Вы что-то скажете? Я правильно подчеркнусь? Людьми я пойду. Есть люди. Следующий вопрос. А у нас есть люди. А вот теперь самое главное. Самое главное. Есть кому к вам прийти, вот эти 200 тысяч, чтобы Ирка их напоила чаем? Вот, она гостеприимная. Но они пришли сами по велению сердца, а не по организации Волкова. Вы как Навальный из Германии. А вы знаете, какой показатель? Вот сегодня все крутые, бывшие политики, высокую рамку, все при охране, сопровождении. А я сам со жилем, хожу в магазин, уже приеду. Да и джип у вас пятый год, по-моему, это не случайно. Да, со мной обнимаются, просто так добрые. Это о чем говорит? Это говорит о том, что я никому в жизни плохого ничего не сделал. Я никому ничего не отдал. Я никому не умею с ним. Я никого не скопил. Я никого не подрал. Поэтому вот видите, я свободно себя чувствую. Если придут такие же люди... Пойдут люди, вы видите, в России люди... Я пойду. Вы пошли. Так, вырвал на конец. Слышал, я услышал. Женя обращается. Она смешная. Хороший смех, кстати, сказать. Настоящий, искренний. Нет, а я думаю, она сейчас офигевается. Потом она все вырежет. Я так думаю, ничего не вырежет. Это же либо-либо. А теперь самое главное. Мы в России, народ-то, не потеряем. Дивилизация нации, телевидение, кино. Ваш друг Никита Михалков когда-то, я не знаю, с его бесогоном, где он гоняет каких-то бесов, которые после ковида убьют Россию, невзирая на ее ракету. Ну, бред полный. Вы знаете, вот Никита договорился с того, что ему самому из себя. А это другой выпуск. Народ у нас есть сегодня? Это мой друг, поэтому я это ему, можно считать, в глаза говорю. Потому что мы слишком за рулем, не туда. Потому что иногда надо включать тормоза и думать, куда ты рулешь. Понимаете, поэтому надо вовремя останавливаться. Люди умные. Есть у нас люди. Я вам скажу, у нас замечательный народ. Замечательный. И хотя я и цитировал Густава Лебона, народ не виноват в этом. Но вы сделали вот эти вот выработки, которые называются смысл сегодня. Думаешь, что тебя убрали с телеканала? А потому что ты говоришь правду. А правду никто не любит тех, кто находится у власти. Правду любят тех, кто работает. Работают, ищут заработать копейку, чтобы себе дать ребенка нормально одеть, дать ему образование. А сегодня это и возможности людей не лишили. Лишили. Где заработать можно сегодня такую копейку, чтобы содержать жену и своих детей, чтобы жена занималась питанием детей. Все все работают. А дети брошены на произвол судьбы. А у детей отобрали все. Детские спортивные школы, дома пионеров, аэроклубы. Если народ России сила, если народ... Все у них отобрали. И как-то Матвиенко, я ее слушал, говорит, вот сегодня на повестке дня самая главная задача борьба с детской и молодежной преступностью. Минучку, мадам. А кто вогнал детей и молодежной преступностью? Вы. Вы отобрали у них вместо детских спортивных школ офисы, вместо детских садов офисы, из домов пионеров, офисы, из ДОСААВ, когда Калмаков пришел, ни одного самолета не осталось. Мы сейчас будем этим заниматься. Саша Калмаков, генерал-полкович. А я заканчивал аэроклуб. Понимаю. Я, кстати, тоже был не паечкой. Если в России... Не паечка. Если в России... Не раз в четверг, но раз в полгода исключали из школы. Если в России есть... За справедливость я бился. Иначе еще тогда... Если в России есть народ, почему же администрация... Народ-то не боится выбора, Госдуму. Под Бондаренко. Как только он говорит, буду баллотироваться в том же округе, что и Валентин, вечером сказал Валентин... Валентин, если не будет вброс, а будет вброс, будет то, что вчера уже готовили. Саратов и в Уссене. Саратов приглашает меня. Я его поддержу. Альсандр, подождите про Бондаренко. Я другого. А более страшно, власть, делая с Бондаренко в том числе то, что было на этом не радует... Когда его утром после заявления буду баллотироваться в том же округе, в Валентин, в Саратове... Тут же арестован. Тут же волокут в суд по дороге, обвиняя внимание, в захвате полиции. Он вчера между судами дал нам интервью. Я не скрою, включил вчера все возможные механизмы и рычаги, чтобы он не имел улицу в 180 часов, объясняя здесь многим, что это будет начало избирательной кампании Бондаренко и вам конец. Люди будут вокруг него, вместе с ним, в улице, вместе... А вы помните, что ты вам задумал в 1953-х годах, когда умер Иосиф Серёнович Сталин? Что кто придет в власти в стране? Что сказал он? Жулики и негодяи, которые побросают партии лет и будут думать о личном обогащении им в стране страны. Ну, Хрущёв не был, он был кровавый. Ну, Хрущёв просто дурачок, понимаете? Он при Иосифе Серёновича, кстати, изображал... Вы верите в народ, а администрация не верит, я предполагаю, в народ, не считает народ силой и закручивает гайки так, как будто ответной реакции у народа не было. Андрей, почему вот у нас сформировалось мировоззрение, вот, президент, да? Раньше говорили как, вот лет тому, пять спустя, Медведева всё виноват, а Путин у нас хороший. А сегодня, значит, одного поменяли на другого, это аналоги. Что тот без гармошки, что этот, это всё одно. Ну, все мы видим это, да? Теперь все перетянулись на Путина. А знаете, в чём его беда? Я ему тоже это говорил в 1916 году. Он мне говорит, Александр Владимирович, а что вы критикуете мои послания? Я говорю, покажите мне, я ни разу не критиковал, но я говорил, как можно ставить задачу парламенту, правительству, администрации на следующий год, не подведя итоги предыдущего послания. Ну как? Надо же подвести итоги. Что выполнено, что не выполнено, где деньги, куда делись деньги и всё прочее. Ну, представьте себе, сегодня в стране 75 тысяч объектов незавершённого строительства. Ужас. Ушло на это 6 триллионов рублей. Ужас. За этим стоят люди. Крысы съедают. Стоят люди. А кто-нибудь ответил за это? Камера, контроль, скорость, ограничение 60 километров в час. Крысы съедают. Ограничение 30 километров в час. Послание будет менее. Но если глава государства с экрана телевидения всему народу, который его избрал, говорит, что не выполняются его указы, то о чём можно говорить? А у тебя есть, Владимир Владимирович, контрольное управление в администрации президента? Да, есть. А чем оно занимается? Дальше. Я ему говорю, Владимир Владимирович, можно ещё один вопрос? Он говорит, давай. Я говорю, назовите мне страну в мире, где статистика подчинена ведомству, которое ответственно за экономическое развитие страны. Я говорю, не задумывайтесь о России. Больше идиотов нет. Статистика всегда напрямую подчинялась главе государства. Кто? Например, гист, президент не имеет значения. Король, царь. Напрямую. Почему? Потому что статистика – это реальная оценка обстановки. И если вы не знаете реальной оценки обстановки, как можно принять правильное решение, не зная реальной обстановки? Он говорит, ну, опять тебе вот в военной менталитете склоняюсь. Какой военный? Какой военный? Как можно подписывать указ, не зная, что на самом деле происходит в стране? В лучшем проблема – кадры. Сталин еще сказал, кадры решают все. Зарядь на нашу кадровую политику. Мариал республики. Ну, как он там, глава республики, губернатор. Строит палацов, копии дворцов, институт Венеции. Дороги разбиты в дрызг. Школы еле-еле стоят под терпин балками. Поликлиники, больницы – это тихий ужас. А он строит даже Спасскую башню. 15 лет держат на должности главы региона. Маркел. Маркел. Что это такое? Ну, что это такое? Дальше. У нас сколько федеральных округов? Семь. Восемь, да? Или семь. Волга – раз, Дальний Восток – два, Сибирь – три, Центральный – четыре, Север – пять, Кавказ – шесть. А на Кавказе – два, Север – семь, Кавказе – два, Север – три. Вот, Викторович, ты грамотный человек, я скажу, такого уровня, ну, может, трех-четырех-четырех журналистов в стране. Ты можешь мне рассказать, чем они занимаются? Нет, Валпредов мы делали, мы делали вопрос, но в лицо не знали. В лицо не знали. Я не знаю, я был вторым человеком в государстве. Я у Гацана тоже, кстати, в лицо не знаю. Вторым человеком в государстве был. И не знаю, чем они занимаются. Я не знаю. А зачем эти структуры? Я не знаю. Я не знаю. Если Чибис построил за миллиард госпиталей, которые ни дня не проработали в Германии, а Гоуцан его не посадил за это месяц с прокурором, то оба не нужны, ни прокурор, ни Гоуцан. А ранги у зама руководителя федерального округа? У них самолеты полагаются, там первые заместители, просто заместители. Первые, то есть считается замком генерального прокурора, прокурора. Дальше у ФСБ зам, директор. В рамке, да? По три звезды. Чем они занимаются? Чем? У них на глазах губернатор разворовывает субъект федерации, впадает в дурь, строит палации, копии Нурцовича, в Денеции, разбитые дороги, нет больниц, школы и прочее. Чем? Камера, контроль пешеходного перехода, скорости, ограничение 60 км в час, в спину. Вот этот карелин, да? Здесь люди живут и очень хорошо живут. И социальные вопросы все, и проблем нет никак, и митингов нет никак, и никто не орет долой. Природные ресурсы практически, вот здесь в Карелии, в два раза больше природных ресурсов. И теперь давайте посмотрим на карелин. Дикая нищета, разбитые дороги, нет нормального жилья, люди живут в бараках. Есть глава республики, есть федеральный блок. Вопрос, почему? Почему? Кто может ответить, я уже раз. Да Смоленск, Беларусь нам внушали. Вот дешевый рубль, это благо для экономики. В 7 раз за 20 лет стоимость в соотношении рубля к доллару, да? Вагна. А для чего это сделать? А я вам скажу для чего. Железную занавесу поставить, чтобы наши люди не могли купить доллар и евро, и поехать в Европу, и увидеть, как там живут. Вот это для чего сделано. В первую очередь. И в вторую очередь наполнение бюджета. Но. И вот кто бы себе ничего не говорил. Я тут почитал недавно, значит, предложение Академии наук и института экономики. Это бред просто. Призывы, знаете, в советское время в газете «Прадо» печатались призывы. 1 мая, да? Камера, контроль, скорость, ограничение 50 километров в час. Ну что, полетел. И нет самого главного ответа, за счет чего и каким образом. Мы с вами на эту тему не раз дискутировали. Ну как может быть страна суверенной, если денежная единица, она не денежная единица, это имитация ее, имитент. О каком суверенитете может идти речь? У нас нет государственного банка, он был уничтожен. Центробанк. Центробанк по конституции органам власти не подчиняется. И что это такое? Что это такое? Я надеялся увидеть, что создание государственного банка, проведение денежной реформы, отвязка от доллара и евро, потому что доллар и евро на территории России ничем не обеспечивают. А он должен быть обеспечен внешними ресурсами той страны, чья денежная единица здесь находится. А он не обеспечен ничем. Если в советское время доллар стоил 65-67 копеек, то сегодня он что стоит? 75 рублей. Эй, это нормально? Нет, это не нормально. Можно это исправить? Да можно. Почему не делают? Ошибка? Нет, не ошибка. Умышленные действия. Дальше. Сегодня модная тема национализации. Ну давайте посмотрим. Потому что я предлагал другую форму приватизации. Даже по этой форме приватизации предприятия подписывались в государство договор о модернизации. Помните, и Медведев, об этом не раз говорил, и Путин, и все прочее. Берем Липецкий металлургический комбинат. Лишин, иди сюда. Где ставим сколько? 20 миллиардов. А теперь давай посмотрим, что ты здесь модернизировал. И когда ты последний раз менял на дом, на фильтр, чтобы людей не травить, потому что сложная онкология. Ничего. Значит, посчитали, сколько стоил сюда комбинат, денежку сюда, и свободен. И свободен. Потому что я был категорически против приватизации базовых отраслей экономики. Категорически был против. И предлагал Ельцину, я говорю, Борис Николаевич, давайте начнем со сверхуслуг. Зачем государству? Парикмахерские, ателье, столовые, кафе, прачечные. Зачем они? Вот проведем приватизацию, и то с позиции ипотеки, реальная стоимость объекта. Ты приватизировал, вот реальная стоимость, и там 5-7 лет выплачешь его реальную стоимость. И деньги идут в фонд социального накопления для решения социальных вопросов. Строительность в школах, больниц, поликлиник, коммуникации и так далее, и так далее. И откатали бы эту модель, посмотрели бы, как это работает. Последний этап, легкая промышленность. А вон он, Чубай, заявляет, вообще услышали. А нам до фонаря было приватизация. Сколько это стоит? Да хоть бесплатно. Наша задача забить гвоздь в крышку гроба коммунизма. В открытую говорит, и никто его не останавливает. Греф в открытую говорит, что мы, народ, каловая масса. Я его где-нибудь встречу, я ему закалываю, я понял, что я тоже каловая масса. Горрилов он точно получит. И тоже его никто не останавливает, понимаете? Никто не останавливает. Давайте посмотрим, Народный банк, составший это директоров, опять абсолютное большинство иностранцев. То есть та же, как и в Роснефте, то есть та же, как и в Роспроме. Тренога, контроль в скорости, ограничение 70 км в час. Спир. Все передернуты с ног на голову, понимаете? И при таких заявлениях оскорбительно, что мы, народ, каловая масса, президент никакой реакции. Вот это меня задевает. Вот это меня задевает. У вас есть одно имущество. Одно. В скину. Но одно, сто процентов. Вас можно только убить. Вас нельзя в судьбу, как наоборот, выбирать Советский. Ты при чем тут? Я не совершал никаких преступлений. А дело не в это. Сейчас всех сажают, кто говорит, я могу баллотироваться и так далее. Здесь одно очень большое преимущество. Рука может быть. А вы знаете, вот, извините, Викторович, я перейду. Когда меня ночью сняли с регистрации, я позвонил... В Курской губе? Да, в Волошу. В главе администрации? Я говорю, Саш, ну, если я не вписывался в новую команду президента, а я помог созданием партии Единства, за три месяца до выборов вы победили. Ты думаешь, обургарили нас четверо губернаторов, Ноздратенко, Горбенко, меня и Сашку Назарова. Тут же, так сказать, убрали. Ну, это макиявели государь, да, всех тех, кто приводит к власти, убирают. И нас убрали. Так вот шумело Волошу на ответ. Я говорю, ну, раз я не вписался, я говорю, назначи меня директором Воронежского авиационного завода. Он говорит, что, серьезно, что ли? Я говорю, серьезно. А зачем тебе? Я говорю, да мне стыдно, что мы летаем на Аэрбасах, на Боингах. Мы раньше в 70 стран мира поставляли свои гражданские самолеты. Ту-124, 103-4, 154. А сейчас летаем непонятно на чем. Вот сейчас слагбаумы закроют по поставкам запчастей. И все. И мы стали. Ну и что, и пойдешь с директором? Я говорю, пойду. Ну и дальше симпатемика идет. И он мне, знаешь, что говорит, говорит, Александр Иванович, хороший ты человек. Ты знаешь, вот, я к тебе отношусь с уважением. Но у тебя недостаток. Я говорю, какой? Он говорит, ты не в то время родился, и у тебя чистая биография. Понимаете? Чистая биография. То есть надо обязательно, чтобы хвост был в деревне, чтобы за этот хвост, если кто-то что-то начал говорить, схватить и дернуть. А у меня хвоста нет, понимаешь? Ну и где сейчас Волошин хочу я от себя давать? Верс, он влиятельен, но он не глупый человек. Не глупый. Это все-таки уже все вчерашний день. Нет, так это он мне тогда говорил. Я понимаю, что тогда, тем более тогда. Потому что я ему претензию предъявил. Я говорю, вы могли мне сказать вот за месяц до выборов? А вы верите, что Путин власть не отдаст? Ну, давайте так смотреть. Не столько Путин, как его окружение. Почему? Потому что кто такие были Ротенберги до Путина? Кобыльчуки. Кобыльчуки. Ну и там целая Тимченко. Тимченко и все прочее. Никто и звать никак. А сегодня они миллиардеры, состоятельные люди. Ну, сейчас им там лупанут по счетам. Уже Германии там начали. Сейчас дальше и дальше пойдем. Никто и звать никак. Так, естественно, кто бы не стал президентом, этим всем ребятам будет задан вопрос. Откуда это состояние и каким образом? И понимаете, вот этот страх, что надо будет отвечать. И что они могут? У Ильи Иоще Клебанова, как рассказывают, не знаю, правда ли нет, дом на Майорке. Ничего себе вице-премьер по оборонке был, да? Дом в Пальме-де-Майорке, дом. Он там живет. Ну что, нормально, они сейчас откуда средства, да? Мало ли. Подарили. Все нормально. Спросят, да, все нормально. И чего они могут-то все? Боятся ответственности. А что они могут реально? Дело в том, что деятельность любого человека, ну, хотим, или так создана природа человеческая, определяется по реальным результатам. Согласитесь? Конечно. Вот вы работали журналистом, вы создали себе авторитет, уважение, да? Почему? Караулова говорит правду, ничего не боится. И его слушают. И у этого журналиста Караулова масса сторонников, миллионы сторонников, да? А у этих есть сторонники? Что они могут? Их ненавидят. Миллиарды есть вот именно. Их ненавидят. Кроме миллиардов, у них ничего нет. Их ненавидят люди. Их ненавидят те, кто работает даже в силовых структурах. Почему? Потому что, а, этим можно, а мне что, нельзя? И где этим отсюда? И пошли силовики вывозить, у силовиков вывозить камазами деньги. А сейчас вот этот единороссы начали сжать друг друга, сейчас депутата хлопнули с 38 миллиардами. Где он их, на улице нашел, что ли? Отняли, да, бизнес. Понимаете? Или, может быть, рылся с народом в этих помойных ящиках, куда выкидывают просроченные продукты и супермаркеты. Выкинули вместе с деньгами, да? Вот вы понимаете, ну как объяснить? Я считаю, меня родители воспитывали правильно. И когда я вижу, вот смотришь видеоролик, да, смотришь, как эти несчастные люди лезут в помойку, дерутся, чтобы схватить что-то на пропитание, у которого вышел срок. Унизить сильнее человека просто невозможно. Лишить его возможности покушать. Понимаете? Это страшное унижение. Я когда пришел к губернатору, там 21 детский дом. Дети кушали 1 раз в сутки. Я посмотрел на этих директоров, у всех свиные рожи такие. Я их убрал в 24 часа. Всех виденал. В 24 часа. И хорошо у меня тогда брат был, замначальника УВД, ему ОМОН подчинялся. Ну, как хорошо было. Говоришь, Миша, вперед. Вот как Знаменский собор кафедрально восстанавливали. Там два кинотеатра, дискотеки. Бесполезно выселить их из кафедрального собора. ОМОН зашел, объяснился, рылом в пол поставили часовых. И закончились кинотеатры, дискотеки. Да. Частные. Собори в православном. Преставрировали и привели в первозданное состояние. Ну, так нельзя относиться к своей вере, к своим традициям. Вот он стоит, Знаменский собор. Поэтому сегодня пришло время, я вот этим силовикам объясняю, ребятам вышел. Я ничего не хочу от вас. Вы просто подумайте, за кого вы заступаетесь. За тех, кто поставил страну в унизительное и позорное состояние. Вы посмотрите, как к нам относится весь мир. Какие-то шавки. Ну, я не буду называть эти страны. Ну, вот вы такие вот. Вот стараются цапнуть, укусить, плюнуть в лицо. И мы ничего не делаем. А уже давно надо было объяснить. До Шушенского 60 километров осталось. Звук. То не всегда нам составляют. Понимаешь? И когда сегодня идет разговор о том, что унесло Советский Союз, ну, вот не знаю, по-моему, что-то даже слиться такое. Вот встали и ожили. Умершие от голода не играли. Режившие адвокаты. Погибшие в Сталинградской, Курской битве. И вообще великой отец встали из могил. И вот перед ними поставить вот этих четырех ублюдков. Горбачева, этого, Ельцина, Кравчука и Шушкевича. Пускай посмотрят им в глаза, что эти твари сделали со странами. Пускай посмотрят им в глаза. И самое главное, смени вас власть. Ты же пришел из системы государственной безопасности. Почему ты не реализовал привлечение к ответственности этих негодяев? Кто их уполномачивал в ничто этой страны? Кто? Какой парламент? Кто их уполномачивал? Нет. 80 лет Горбачева увешивают ему высшую награду страны в орден Андрея Первой Азии. Что это? 90 лет преступнику, который совершил государственные перевороты. Ну, там такая помпа, понимаешь? Вот заслугам он первый. А что это первый сделал со страной? Кто-нибудь задумывался об этом? Кто-нибудь задумывался? Вон они живые. Ельцина нет, а вот эта остальная шайка. Вся живая. И все те, кто готовил эти документы, тот же Шахраев, он готовил уже эти документы. Сегодня декан МГУ. А где он должен быть? Вот чем дело, понимаете, безнаказанность, безответственность, отсутствие национальной идеи. Ну, я тут как-то одного депутата господи спросил. Слушай, а вот вы лепите законы антинародные. А какую цель вы преследуете, создавая базу законодательства? Все мы строим. Какую мы строим? Говорит, не знаю. Говорит, Ельцинович, понимаете, бюджет весь бирк. Я говорю, что бюджету даст лицензию на сбор грибов и ягод? Вы унижаете людей. Он не имеет права пойти грибов собрать и лесных ягод. Какую он лицензию должен покупать? Все наши леса завалены с сушняком. Упало дерево, гниет, разводится короед. Вредители, которые дальше уничтожают меня. Не имеешь права взять это бредно. Для хозяйственных, ну, взял, значит, тюрьму или штраф. На рыбалку лицензию. Это что за законы? Что вы делаете, сволочи? Вы посмотрите, как выпиливают тайгу Дальнего Востока, Сибири. Эшелонами в сутки 70-50 эшелонам с лесом уходят в Китай. Кто дал это разрешение? Кто? На каком основании? Куда идут эти? Все вопросы-то риторические. Просто я не слышу от Руцкого, что рыба гниет с головы. Нет у него этого. Опять Путин хороший, бояре плохие. Ну, давай посмотрим, что он скажет дальше. Может, созреет. Что будет там после того, когда уничтожили тайгу? Волки сбиваются в стаи по 60, по 70 голов, потому что звери ушел из тайги. А им же кушать что-то надо. А им нападают на деревья. Жрут скот, собак. Посмотрите, что с Байкалом делают. Опять нету. Опять нет крайней. Лучше вопрос. Ведь, понимаете, дело в том, что уважение, неуважение, это второстепенно. Но если тебе избрал народ, доверил тебе власть, доверил тебе страну, ну, ты же смотри, что они делают, вот эти выродки. Ты же смотри, что они делают. У тебя же все структуры есть. Следственный комитет, генеральная прокуратура, ФСБ. Ну, вперед. Кто дал разрешение выничтожать тайгу? Сколько лет потребуется, чтобы восстановить вот эти пляшины, которые они нарубили в тайге? Ну, сто лет, век надо, чтобы это восстановилось. А у нас же есть дети, у нас есть внуки, а у них тоже будут дети и внуки. И что им останется? Этот фильм – видеоприложение к большому политическому порталу «Караулов Лайф». Вся правда – ад. Друзья, всем привет, меня зовут Николай Бондаренко, а вы на YouTube-канале… Что ты хотел? «Караулову» я не верю, он, блин, конъюнктурщик, блин. Давай, Коля, включи. Нет, понятно, что он конъюнктурщик. Нос по ветру держит, блин. Дневник депутата, я сразу перед вами извиняюсь. В этом видео будет очень плохое качество и очень плохой ракурс, потому что комиссия, на которой я это снимал, была закрытая и тайная, и там вообще нельзя было снимать, меня просто оттуда бы выгнули. Но сейчас у вас будет возможность увидеть то самое заседание комиссии, на котором меня областная дума признавала коррупционером. Там все очень хорошо слышно, и все действующие лица вам хорошо известны, и весь абсурд этого заседания будет вам доступен, поэтому предлагаю все посмотреть своими глазами. А я думаю, кто постоянно не может зриться, это, оказывается, вы. Почему? Потому что я вчера, как бы, готовилась к комиссии, посмотрела вашу прямую речь, и видала то, как шли деньги. То есть, финансизация ваших видео-роликов продолжает. То есть, они ждали этой прямой трансляции? Перед вашим временем, мы берем два ингредиента, потом было, значит, финансизация шла, деньги переписляли, достаточно активные комментарии, девушки активно шли. Что нарушает закон, получается? Вы можете отказаться, чтобы не было финансизации, чтобы вы не нарушали закон? А вы, получается, вы нарабатываете ли деньги? Да, спасибо. Собственно, я подготовил свои выводы, сдал их своевременно в комиссию, и вместе с юристами, вместе с Центральным комитетом, нашим аппаратом федеральным, мы пришли к выводу, что мои действия не нарушают никакого. Действительно, новые поправки в 273-й, по-моему, в СШВС, федеральный закон о противодействии коррупции, запрещают депутату, работающему на непостоянной основе, то есть работающему бесплатно, получать гонорары за публикацию. Это дословная, точная формировка, в которой Единая Россия, вписанная, по их инициативе, вписанная законодательность. Так вот, я скажу, что по правилам программы Ютуб, я не получаю доход. Это можно официально посмотреть на сайте Ютуба в партнерских правилах, я не получаю доход за публикации. Там в черном по белому написано, что я не получаю доход за публикации и использование моих видеороликов, разрешенных на сайте, идет доход от рекламы. Это очень важно, это четко прописано, там написано проценты от рекламы, которые Ютуб будут размещать в моих видеороликах. Это совершенно другой порядок, который 273-м федеральным законом, как бы вам всем ни хотелось, не регулируется. Помимо всего прочего, у меня нет юридического договора с Ютубом, это очень важно, или иных, с иными физическими, юридическими лицами, по условиям, по которым я должен получить вознаграждение за конкретное редукционное, какое-то редукционное мне задание. То есть, они мне не говорят, что я должен снять, что я должен смонтировать, что я должен выложить, и, соответственно, никаких заданий со стороны, в данном случае, заказчика, который необходим для выплачивания генерала, здесь нет и быть не может. Очень важно, что размер полученного дохода зависит не от качества видеоролика, не от смонтированности или каких-то там других технических аспектов, там, в вопросах его производства. Размер доходов зависит исключительно от количества просмотренной рекламы в данных видеороликах, что также идет в разрез с формулировкой записанной в 273 законе по инициативе «Единая Россия». Также при просмотре моего канала люди имеют возможность, как вы сейчас правильно отметили, произвести добровольные пожертвования в мою пользу, которые не запрещены законодательством. Очень интересно, Владимир Владимирович, что эти пожертвования идут не только в момент, когда вы смотрите видеоролик, они идут вне зависимости от публикации, даже если я ничего выкладывать не буду, потому что реквизиты меня как гражданина находятся в свободном доступе. То есть вы и все другие могут эти реквизиты найти, и если у вас есть такое законное право, как гражданина, отправить туда пожертвования на поддержку деятельности. То есть я к чему это говорю? Я вообще могу ничего не публиковать. Вот вы ролик посмотрели, а там эфир, вот эта вот прямая трансляция закончилась, а пожертвования все равно будут продолжаться, понимаете? То есть это категорически протероречить формулировки, записанные в 273 федеральном законе. Необходимо особо обратить внимание на то, что пожертвование является полным, добровольным волеизъявлением граждан. У меня с ними нет никакого договора. У меня нету никаких, как там прописано, отчислений за авторские права, или тем более это нельзя назвать гонорарами. Я физически не имею возможности отказаться от них, просто не могу, потому что если вы взрослые люди и знаете, что такое перечисление на какую-то карту или на какой-то счет, иной раз у вас нет даже реквизитов для того, чтобы обратно это дело отправить. Если есть там какие-нибудь банки продвинутые, это можно сделать через оператора. А если это идет через интернет-платформу, то никаких возможностей у вас отправить их обратно просто нет. У вас нет даже фамилии муниципального полуотправителя, чтобы вы понимали. Ну и, собственно, принудить к пожертвованию граждан я также не могу, это заключено законодательством. Помимо всего прочего, все эти поступления мной официально декларируются в налоговой декларации. Я с них уплачиваю полностью весь налог, который мне налоговая служба начисляет. И, соответственно, делаю это в свое время. Поэтому главный тезис, который заявляет господин Антонов и коллеги от партии «Единая Россия» в своем заявлении, которое подали в прокуратуру, а позже карманная карту «Партия коммуниста России», которые практически полностью этот текст обвели, чуть-чуть там написали, что я не коммунист, что я там предаю идеалы Сталина и Ленина. Тем не менее, вот этот главный тезис, что я получаю гонорару за публикацию, полностью разбивается. Потому что Ютуб черным по белым в своих правилах, которые находятся в свободном доступе, прописывает, что это доходы за рекламу. Поэтому каждый гражданин может в свободном доступе зайти на официальную платформу. Мы сделали по этому поводу запрос. У нас есть официальные выписки. Придет время. Все это дело, если потребуется, я предоставлю. Время предоставлено тема, но обратно, начиная сомиссия Михаил Таврович, мы в его разном случае сомневаемся. Я хотел бы понимать это так, что говорится о том, за всеми странами. Можно поддействовать имя отношения на рану. Это прекрасное мнение в качестве лица, смещающего государственную международность в этой российской области. То есть, используя свое Гонорары. Там чётко прописано. Не отрицаю. Гонорары в 2015 году, да, используем этот документ. И его документ считался в дизайн. В том числе, его там чётко написано, что он получёт, в том числе и за счётко рекламы в данном дневнике. То есть, используя свои должности, используя свою работу, которую он не только обрабатывает, используется для дорожного, получается, для того, чтобы она. Поэтому здесь не надо говорить о том, что до вам присылается, не в основном присылается, не в них присылается, но пожертвы будут присылаться и в процессе вашего... Ой, не заслали, блядь. Алексей Васильевич, смотрите, вы в начале своего выступления сказали, что я действительно отчитывал налоговые за свои доходы, в том числе полученные от рекламы. А потом вы говорите, что это гонорар. Вы знаете, я не поленился и сделал в своём объяснении выписку из большого экономического словаря понятия гонорара. Так вот, если я вам зачитаю о том, что это вознаграждение за услуги, перевод с латинского, если быть точным, а если говорить о шифровке и определении, то это денежное вознаграждение, выплачиваемое автору литературного, музыкального, научного произведения-изобретения, а также его наследником за публикацию и использование его произведений. Я понимаю, что эти словари писались давно, и сюда вполне себе можно и нужно дополнить сферу интернета. Вы обратите внимание, это не реклама, это гонорар за некое редакционное задание, за некое произведение. Вы же сами в своём выступлении сейчас сказали, что это доход за рекламу. Причём, я скажу больше, 48% от получаемого Ютубом оплаты со стороны рекламщиков, которые свою рекламу там размещают. 48% Ютуб даёт даже конкретику, сколько это в рублях, сколько это в конкретных суммах. Там прописано чёрным по белому, что это оплата за рекламу. Теперь, что касается того, мог ли я озадачиться, знал ли я что-то в нападке, я мог озадачиться, и у меня была полная информация. Но после анализа и консультации с юристами, которые имеют большую практику рассмотрения в целом всей этой сферы, мы пришли к однозначному выводу, что здесь нарушения закона нет. Если бы это нарушение закона было, и я получал действительно гонорар за публикацию, не за просмотры, а именно за качество, именно за производство этих видеороликов, безусловно, я бы таким вопросом озадачился и все эти действия принимать. Это дело в случае, если вы сейчас проявите ангажированность и пойдёте на поводу у руководства Единой России, которое господин Антонов сейчас очевидно проявляет, но в очередной раз наш регион возвысит на всю страну, потому что это будет первый случай в истории нашей страны, когда депутаты, судя, пытаются лежать мандаты, пытаются наказать, назвать коррупционеров за выполнение непосредственно его прямых депутатских обязанностей, не запрещённых законодательствами. У нас в Думе тоже через ютуб-канал идут, ну, заседания. И вот с вашим участием даже повысится как бы интерес. Но, когда Дума включалась, новая ситуация была активная, они тут включались. То есть это версия изобретательства. И такие версии есть в каждом. А вы, как человек, в будущем, вот должен, раньше не было приучения в 2019 году, потому что уступила эта норма в 5 мае 20-го года. И вот в 5 мае 20-го года вы должны быть в каждую задачу, что там бы вы ни говорили, там бы вы ни увозили, где-то проделось на 5 мае. Но это вознаграждение за вашу. Елена Николаевна, а можно вопрос? А вот то, что вы сказали, это гонорар в начале, или вознаграждение. Вот эта формулировка гонорар за публикацию отличается от ситуации дохода от рекламы? Или это одно и то же? Я понимаю, что юридический отдел давным-давно не юридический, ну, дайте я, пожалуйста, скажу, не юридическую сторону отставит, а просто пытается выслужить перед руководителем, чтобы большой зарплату за собой сохранить, потому что от них зависит ваша работа. Тем не менее, доход от рекламы – это одно и то же, что гонорар за публикацию. Это очень важно. Я же вам говорю, что в законе, если вы, вы же скажете, меня как юридический, в законе нет определения гонорара. Все правильно. А значит, все разрешено. Все, что законом не запрещено. Да вы что? Все, что законом не запрещено, разрешено автоматически. Вообще, тема-то очень хорошая. Зря вас сняли, Дмитрия. У меня нет этого материала у нас дальше. А что там? Можно сказать? А что это такое? А что это такое? А что такое социальный ранг квинта? Подожди-то, это не обманяло вас. Это, это… Это дневник депутата. Вы можете и так же с вами зайти. Ведь нам сейчас дали информацию по вашему праву. А что такое социальный ранг квинта? Тут можешь сказать? А они не соответствуют реальности, это не правда. Ютуб дал? А есть подтверждение? Да Ютуб такие вещи не даёт. Нет, прошу прощения, это не Ютуб. Это какая-то сторонняя платформа. И социал дуэт статс. Да, да, да. Но это не Ютуб, это какая-то коммерческая организация, которая специализируется на Ютубе. Вы простите, их миллионы, этих организаций. И опираться на неё, как и на достоверное, невозможно. Тем не менее, могу как-то ответить на этот вопрос? Спасибо. Уважаемые коллеги, я предлагаю вам, если вы хотите… Это то же самое, как бабка сказала, да, да. Как первоисточник, всё-таки обратиться непосредственно к Ютубу. С таким успехом я могу зарегистрировать сайт, назвать его «Ютуб Блэд Статс» и рассказывать вам своё мнение, что там на самом деле происходит. У вас есть свободный доступ прямо на сайт видеокостеринга, который является самым популярным в России и самым популярным в мире получить от первоисточника информацию. Там написано, за что получают блогеры деньги. За рекламу, которая не является гонораром за публикацию. То есть гонорар за публикацию – это если я научную статью напишу, и мне за мои авторские права будут платить. Как же вы не понимаете? Ну или на него выведут рекламодатели специально на него. Сделай, пожалуйста, рекламу. Да, сделай, пожалуйста, рекламу мою. Вот именно там… Именно «Аватар». «Леджендс». Так этим и живёт, блядь. Да. Или World of Tanks, допустим, специально нанимает блогеров, чтобы они делали рекламу там на протяжении одной минуты. И если они выплатят деньги ему, вот это может являться гонораром. Но он рекламу сам не изготавляет. Самое главное, что вот здесь вот сейчас было озвучено, даже если я ничего публиковать не буду, вообще ничего, донаты, пожертвования всё равно могут приходить на мою и на любую из ваших карт или каких-то интернет-кошельков. Потому что они не связаны с публикациями. Да, это может подтолкнуть, придать динамики, но не может быть исключительным фактором. Поэтому, знаете, как в тригонометре. Если есть контрпример, то пример несостоятельный. Так же у вас, но и Дмитриевна. Когда вы говорите о том, что я там выступаю и мне за это присылают донаты, я могу не выступать. Их всё равно будут присылать. Потому что люди поддерживают мою борьбу против единой России. На улице, если я иду на митинге на каком-нибудь, за который меня потом в тюрьму кидают и судят ни за что. Или если я там, я не знаю, какие-то законы свои выдвигаю и люди через средства массовой информации получают об этом информацию. Есть доступ к вашим реквизитам? И всё перечисляют. Вы не можете призвать или наоборот остановить. Они делают это добровольно. Вы как юрист должны это знать. А вы продаёте сейчас свою совесть единой России. Звук не умеет выравнивать. Они там у меня еле-еле. А он не выравнивает звук. Ему надо за звуком работать. Направленный микрофон. Выровнять можно при монтаже. При постпродекционном можно выровнять звук. Да, но видимо не умеет. Напиши ему. Да. 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 То есть там язык при поднятии. Учем есть. Автоматически делает вообще. Ну да. Тут плохо слышно. Ну да. Тут плохо слышно. Ну да. Да. Ну 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 да. Владимир Владимирович, у вас там неточность. Я буквально два слова, если можно. Вы сказали в своем выступлении сейчас, что вся эта информация о количестве просмотров и доходах содержит на официальном источнике Ютуба. Я еще раз обращаю внимание, что вы вводите в присутствие заблуждения. К Ютубу это не имеет никакого отношения. Это какая-то коммерческая организация, сторонняя, которая пытается извлечать Ютуб. Насколько эти данные объективны, остается только догадываться. Но в силу того, что у меня все-таки эти данные есть, я заявляю, что они не соответствуют действительности, что они не имеют никакого отношения к реальности. И, помимо этого, дополнительно хочу сказать, что, уважаемые присутствующие, представляете, вот у нас на протяжении сколько? Ну, получаса-часа идет это обсуждение. В результате господин Антонов зачитал заранее написанный текст, который он принес и сформулировал, и напечатал до этого заседания. И, вне зависимости от того, что бы здесь никто говорил, комиссия ангажирована и приняла решение, что Бондаренко виновен, и что он должен принести ответственность, что он должен быть коррупционером и должен быть решен по-видимому, да, то, что вы считаете, должен быть решен мандат, а там, может быть, и в тюрьму сел. Собственно, конечно, изначально мой посыл о необходимости отвода или отстранения господина Антонова от этого обсуждения в силу того, что он ангажированный человек, в силу того, что он писал это заявление в прокуратуру вместе со своими коллегами-единоросами, и сейчас он же его рассматривает. И что ожидать здесь, что он не будет ангажированный, это просто нелепо. Собственно, в очередной раз вас за это хотел поблагодарить. Все ваши действия, в том числе вот вчерашние события, в очередной раз вывели Саратовскую область в топы федеральных новостей, потому что вы давите оппозицию настолько топорно, настолько неумело, да, что открываете людям глаза лучше любого коммуниста, да, лучше любого оппозиционера. В очередной раз надеюсь, что общество это оценит по заслугам. Я буду, конечно же, отстаивать свои права в прокуратуре, в суде, потому что здесь вы отстоять возможности не даете. Большинство данной комиссии единоросы, которые устроили здесь настоящее судилище, с единственной целью заткнуть рот каждому, кто говорит правду. Ну просто посмотрите, как эта ситуация сейчас будет выглядеть. Вячеслав Викторович Володин, ваш руководитель, спикер Государственной Думы и руководитель, можно сказать, Единой России всей власти в Саратовской области, пусть негласно, заявил о том, что он пойдет под мандатному округу. Я, в свою очередь, вы тоже знаете, сделал заявление, что я хочу быть его оппонентом. И то, что вы сейчас его таким образом подставите, грязно, незаконно, снимете меня как основного его кандидата, это в высшей степени оценят избиратели и, я думаю, федеральная власть тоже. Посмотрите, как это будет смотреться со стороны, если вы сейчас меня признаете коррупционером, чтобы не пустить на выборы в Государственную Думу, потому что человек с уголовным преследованием не может избираться, как мы все с вами знаем, и тем самым обеспечив вашему руководителю чистую и беспрепятственную победу. Задумайтесь об этом, и подумайте, как вам за это будут жать руку и говорить спасибо, насколько вы прославили в очередной раз нашего земляка, как вы говорите, на фигурсовом федеральном уровне. Слушайте, это уже сюр какой-то. Вы новости последние два дня вообще читали, следили за ними? Я, например, столько всего интересного успел узнать от Захаровой о том, что НАТО готовит несанкционированные российские митинги, инструктируют в координаторах из ФБК НАТО, понимаете? То есть всем составом. А в Альянс 28 стран на минуточку входят. И вот, ребята, бросили дела и да, инструктировать ВИА Волкова. Митингами теперь там занимаются. Впрочем, не только митингами, акциями с фонариками тоже, как выяснилось. Ну, что на день всех влюбленных анонсировали. Ага, и Захаровой об этом, значит, телеграммы молнию шлют. Кстати, про фонарики-то вообще беда. Госдумы ведь светлые головы активизируют. Как только сторонники Навального, ну, который кому нужен, так вот, как только сторонники Навального анонсировали акцию на 14-е, ой, что началось в парламенте. Один депутат в срочном порядке бросился разрабатывать законопроект о запрете этих самых фонариков. Второй вообще договорился до того, что фонарики фашистское изобретение. А фонарики-то не знаю. Призывы все эти светить фонариками в темноте. Это, в общем-то, на самом деле, знаете, это не милая акция про любовь. Это такая цветная технология шарпа. И вообще это калька с действий перебежчиков-коллаборационистов во время блокады Ленинграда, когда они фонариками подсвечивали цели немецкой авиации. Помните голливудский фильм «Мамитель проклят». То есть вызывали огонь на себя или что, блядь? Да, да, да. Еще слушай, Полушин написал сейчас только, что у меня телефон сдох. Ну, посмотришь на себя. Что к нему почти домой предупредили о том, что нельзя ходить с фонариками. Официально подписывают, блядь, нельзя выходить с фонариком, блядь. У вас будет предупреждение, вы непогонанежны, не дай бог вы еще раз выйдете, мы вас, блядь, ебаный в рот. Он написал, блядь, предписание, подписали. Он написал, сколько денег, блядь, сколько бумаги, сколько долбоебов по всей стране ходит, раздает предупреждение. Ко мне там почти хуй посасали, меня дома нету, да? Ну, к другим пришли, на, это ж пиздец. Сколько денег тратится на хуйню? Какие они долбоебы феерические, блядь. Так в свое время в прокат вышел, там еще по сценарию власть в психушке, захватили психобольные. Правда, зритель это понимает ближе к развязке, так вот у меня сейчас складывается ощущение, что мы все живем в этом фильме, ну или в похожем. Начинаем! Вообще умиляюсь наших лживых политиков и продажных пропагандистов. Эти упыри уже не знают, в чем бы еще того Навального обвинить. Фашизм и над следом был, не прокатило, ни одного убедительного аргумента не привели, ну кроме привычных россказней о вовлечении несовершеннолетних в политику. Привели там какую-то кривую параллель с Гитлер-Югентом, на что получили, на мой взгляд, совершенно справедливую ответочку. Вот, например. Здравствуйте, у вас на территории школы размещена незаконная политическая агитация, что запрещено законом образования. На стенде ухода с той стороны. Кандидат от Единой России Ирина Белых. Незаконная политическая агитация в образовательном учреждении. Как это понимать? Кто распорядился разместить? Или еще, пожалуйста, тут уж совсем впрямую ребятишек в эту самую политику втягивают? Не знаю, впрочем, можно ли прикрутить к этой ситуации Алексея Анатольевича. Вот здесь должен был быть фрагмент известного клипа «Дядя Вова, мы с тобой» в главных ролях «Маленькие дети» и депутат от Единой России. В последний момент оказалось, что на клип заявлены авторские права самое смешное. От иностранной компании с говорящим названием «Сиди Бэйби». «Ой, а с ветераном чё учудили?» «Завтра вот продолжение судебных слушаний нас ожидает». Это там снова туго с аргументами. Ну, во всяком случае, такое ощущение складывается. Сам ветеран не понимает, каким боком он в эту историю вообще записался. Заявление, как будет носить. Потерпевший не писал, а суд идёт. Завтра повторюсь в продолжении. Короче, кроме смеха. Данные слушаний никаких других ассоциаций эмоций не вызывают, да и выглядят по-дурацки. А самое главное, давайте не будем забывать, что любой суд для главного оппонента Владимира Владимировича, это ведь ещё и публичная трибуна, то есть если в эфир Первого канала Навального можно просто не пустить, про митинги в его поддержку там же на Первом можно просто не говорить. Тот суд-то как бы хозяева организовали, а значит, пёсикам придётся из зала заседания вещать, придётся давать в эфир фрагменты выступлений путинского врага номер один. «Я смотрю вот на это на всё, но реально непротивно и невыносимо. Мало того, что у этого несчастного человека, который в соответствии с материалами дела, в соответствии с тем, что у него следователь находится в бесконечном состоянии. Вы его несколько месяцев использовали кавкогу, вы сейчас его посадили, я же видел, что он был без маски, маску на него цепили, поэтому я когда-то искал, чтобы дать возможность не сидя, а хотя бы лечь, и дать возможность усилять в эфирионскую маску. Раз уж вы решили его использовать для этого омерзительного, пиарского протеста, вы издеваетесь над 95-летним человеком, который вообще не понимает, что происходит. Просто издеваетесь. Попробуем только такие предатели, фашисты и политические проститутки, это те люди, которые сегодня настроены. В общем, как по мне, бездерные киренковские дуралей пока только лажают. Я про политтехнолог физапе, если кто-то не понял. Хотя оно и не удивительно. Пиарщик, как и спортсмен, постоянно должен поддерживать форму. Согласитесь, если чемпион вместо спортзала и соревнований ляжет на диван и начнет жрать гамбургеры, он очень быстро перестанет быть чемпионом. У пиарщиков то же самое. Им нужна движуха. Нужны серьезные выборные кампании. Нормальные политические процессы только в таких условиях они смогут оттачивать свое мастерство. А ребята на попе ровно. Почти 20 лет сидят. Вот у нас и жиром и заплыли. То есть пока мы видим, что Навальный разделывает оппонентов под орех. В очередной раз разделывает. И видим это не только мы, а мы, но и мир. И даже ватники по любимому телевизору. Реальная журналистика врагу не сдается тема сегодняшнего выпуска. Поехали. Однако, если еще вчера утром я думал, что этими гнилыми повестками все и закончилось, надеялся, что господа оттуда протерлеют. Да, Петр, что все это глупо выглядит и явно не идет на пользу партии. Правительствует, конечно же, королев. Похоже, что просветление в тех головах даже не пахнет. Да чего там намека нет на выздоровление? Они ведь как словно в посудной лапке пока окончательно все не переломают. Пока собственные рейтинги не похоронят, будут крушить. Помните, как у классика? Пилите гирю Шура. Сейчас тут и новую глупую тему качают. Оказывается, Навальный за легализацию однополых браков когда-то выступил, нашли даже интервью столетней давности, которую человек давал про кремлевской потаскушливой гиве Собчак в бытности ее работы на дожде. Вот оно. Какая-то проблема, никто даже не заметил. Моложество. А вы готовы разрешить гей-браки? Я считаю, что нам нужно идти по пути, по которому шло США до решения Верховного Суда, а именно проводить референдумы на уровне субъектов Федерации. Отношение к гей-бракам, безусловно, будет очень разное в Дагестане или в Санкт-Петербурге. Но лично я, если бы было голосование, я не имею никаких проблем и препятствий к тому, чтобы разрешить людям заключать. Это интервью сейчас по всем соцсетям и мессенджерам летает. Совершенно понятно, кто стал инициатором вброса, но сказать хотел не об этом. Итак, давайте детально разберем всю историю. Первое. А Навальный ли легализовал в нашей стране однополые отношения? На пальцах. 121 статья, мужеложество, отменена в 1993 году Верховным Советом РСФСР, а потом и Госдума, ставшая преемником Совета, с этим согласилась. Навальному, кстати, в тот момент было 15, поэтому не получается, что это он сделал. Да и в Думе Алексея Анатольевича не был никогда. Это кто? Правильно. Все те, кто сидят и в нынешней Государственной Думе, то есть члены Единой и Справедливой России, КПР, ФЛ, ПДР и даже Яблоко. Это они легализовали однополые отношения в России, а теперь, значит, пытаются свалить он и на кого-то еще. Кстати, пропагандисты нынешние, Соловьев с Киселевым и прочие, в те времена, между прочим, кричали о правильности и своевременности данного решения. Впрочем, о чем это я? Призвание у них такое лжецами и популизаторами быть, от слова «популизать». Теперь самое главное, и это будет уже во вторых. Вот гей один попал, ну не знаю, в тюрьму, а к нему не может прийти его там муж и жена, потому что у него нет подписанного договора. Целая проблема. Наследование не работает и все остальное. Это как же? Я недаром показал именно это выступление Алексея Анатольевича, потому что в данной ситуации он говорит как юрист, но я все-таки поясню на более понятном языке, что именно человек имел ввиду, начать предлагают переказывать. А какие ассоциации у вас возникают, когда вы слышите слово «брак», «свадьба», «жених», «невеста в белом лапе», «бла-бла-бла», «штамп в паспорте», «верный вид». И только такие, главным образом, пусть в моей версии говорит хотя бы то обстоятельство, что люди чаще всего при упоминании о свадьбе, о браке нынче отвечают, «Мне не нужен штамп в паспорте». А между тем мы подошли к главному институту брака. Есть еще одна сторона, гораздо более важная именно эта сторона юридическая. Поясню, представьте. Живут двое, ведут какое-то совместное хозяйство, квартиру купили, машину бизнес создали, активами некими обзавелись. Но вдруг настал момент, когда эти люди поняли, что не созданы друг для друга и решили расстаться. Бывает такое? Да, и достаточно часто. А по какому принципу они должны имущество разделить? По принципу, кто сильнее, тот и прав. Бол, у меня есть дядя депутат. Значит, я все забираю себе, а ты, дорогая, не лесом. Вот. Именно для таких случаев и был придуман институт брака. Это юридическая сторона вопроса. Это не просто штамп в паспорте, уж тем более не белое платье или там первая брачная ночь. Это юридический договор, по которому люди друг перед другом несут ответственность. Вот об этом и говорил Навальный, когда выступал за разрешение этих пресловутых однополых браков. Семен, Семен, ну что вы? Поймите одно. Люди нетрадиционной сексуальной ориентации и без Навального были, и есть, и будут. Те, кто выступают за разрешение их браков еще раз. Они предлагают лишь дать таким людям право существовать в рамках действующего законодательства. И не надо самим себе врать сейчас, будто не понимаете, о чем я говорю. Я думаю, что на него закон нетрадиционный секс. Речь о правовых отношениях. Ну, налоги ведь гомосексуалы платят. То есть этот закон на них распространяется, и вы не особенно на тому противитесь. Я, например, ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь сказал, нет, по этой дороге я не пойду. Потому что она построена на налоги, собранные с гомосексуалистами. Или, ой, от этой государственной субсидии я лучше откажусь, поскольку ее за счет отчислений геев сформировали. Или, вы знаете, таких... Ребят, для жуликов просто удобно постоянно разыгрывать эту ЛГБТ-карту. Они нас дурачат с ее помощью. Смотрите, смотрите, он геев поддерживает? Нет. Он говорит о законе для этих людей. А геев в 93-м поддержали как раз Жириновский, Изюгановы, Памфиловы, Лахова, та самая, которая с мороженщиками минувшим летом воевала, Явлинские, ну и так далее. Вот они легализовали гомосексуализм в России. Вот эти вот фамилии вспоминайте, когда для вас в очередной раз включат песенку Хогеев. А вообще, друзья, я к чему подводил? Вы поймите одно. Политики – это самые лживые существа на свете. Как, знаете, зомполит в армии, который всегда тебе улыбается. А однажды ты узнаешь, что человек всю дорогу на тебя стучал. Политик никогда не скажет, что он думает на самом деле. Он говорит только то, что хотят от него слышать массы. Его натаскивают на это. Целая наука существует по данному поводу. «Политтехнологии» называется. По большому счету, любой политик – это манипулятор. И чем он опытнее, тем больше у него лажа. Что, кстати, стало одной из причин, почему сами политтехнологи когда-то решили, власть должна быть сменяемой. И прописали он и в том числе в Российской Конституции. Меня действительно поражают фанатики, которые свято верят, будто тот человек из новостей – его лучший друг. Ага! Этот лучший друг ночей не спит. Думает, как там оборванец из Самары поживает, считающий меня карифаном. Господа, вы вот об этом вспоминайте. Почаще они девочками, фанатками «Ласкового мая» уподобляетесь. Всё! Это была реальная журналистика. Дальше, сами всё знаете. Спасибо кафе «Фаина Раневская» за предоставленное для съёмок помещение. Здесь тепло, светло и мухи не кусают. Вот это реклама. Так, так, так. Ну что, вот Шушенская. Мы буквально приехали практически. Так, это хорошо. Скорее попадалось три раза. Останавливали только один раз. Красноярская двигатель есть примерно часов, наверное, шесть. Без проблем. Один раз останавливались покусать. Приедем. Форматы в этом видео у нас первый раз. Так что отзывы, там, комментарии пишите. Нужен он, не нужен этот формат. Что вижу, что пою. Объективно еду и смотрю. Скажи о селе Шушенское, Николай. Чем оно знаменито? Село Шушенское знаменито прежде всего тем, что здесь отбывал ссылку Владимир Ульянов-Ленин. Погромче. Погромче? Да. Село Шушенское. Село Шушенское более знаменито тем, что здесь на рубеже 19-20 века отбывал ссылку Владимир Ульянов-Ленин в самом начале 20 века. Ссылка ему была изначально назначена в Труханский край. Там где-то достаточно холодно. Достаточно холодно. Но Ленин та еще хитрая сущность, личность. Ехал он в поезде на место ссылки в купейном вагоне. Бедный, несчастный. Давайте, пожалуйста, без своих каких-то вставок. Да. Ехал в ссылку в купейном вагоне. Встретился с ним в этом купейном вагоне. Ехал домой врач Крутовский. Врач Крутовский. Ленин так ему понравился. Такой воспитанный молодой человек. Такой душевный. Ни за что пострадавший. Но просто душка. И Крутовский написал ему справочку. Что вот болеет бедный. Чуть ли не туберкулезом. Ему Труханск нельзя. Надо что-нибудь южное. Более-менее мягкое. Климатное. И таким образом Владимир Ульянов-Ленин отбывал ссылку в этой благодатной области. В Хакасии. В Шушенском. Значит здесь он отбывал эту ссылку. Замечательно. Таким образом было печально ему тут отбывать. Что даже рояль он сюда привез. Приехала сюда его мама. Приехала жена его будущая Надежда Константиновна Крупская. И он тут замечательным образом жил. Ходил на охоту. Представьте себе ссыльный. Ходил на охоту. Вот Владимир Ульянов здесь замечательно отбывал. Катался на коньках. Там играл с детьми. Встречался на переговорах с другими ссыльными. С Ватиным например. Тут у них была такая хорошая ячейка политическая. Было много хороших людей. Ну как всегда. Были люди хорошие и разные. Вот. Были хорошие как Ватин. Были разные как Ульянов. Вот. И. Когда. Защит Ленин. Прожив Узырянова. В его. Там первый год он там прожил. И скромно умалчивают наши историки. Что. Не рассчитался. Вообще. Нехороший человек этот Ульянов. Он нашел жить другой дом. К другой тетеньке. И. В обоих домах. Где он отбывал ссылку. Со временем сделали памятник. Памятник. Памятный дом. Музей Ульянова. Ульянова. В Шушенском. Это самое знаменитое. Пожалуй. В Шушенском. Вот такое. Место для туризма. А что может быть проедем? А может проедем конечно. Давай не сейчас. Давай сейчас. Прямо сейчас. Да. Как памятник. Дом этот называется? Дом. Музей. У Алиса спросит. Давай. Алиса. Дом. Музей. Ульянова. Ленина. В Шушенском. Музей. 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 Ульянова. Музей. Музей. Показывай варианты. Вот здесь вот развернутся. Поворот направо. Поворот направо. Что-нибудь продолжишь? Ну да. Ульянов-Ленин отбыл эту ссылку и уехал, а потом, значит, домой. Вот, в принципе, вся его революционная деятельность такая, критически такая, ссыльная здесь и проходила. В отличие от, например, того же самого Сталина, который был со Спандаряном и с прочими бойцами революционными от РСП, отбывая ссылку в суровом Таруханске. А можно поинтересоваться, Николай, на какие источники опираетесь? А я привык опираться на архивные документы, на историю ВКПБ в том числе. Там немножко с прекрасами, конечно, но это подробно прописано. Мне очень нравится вторая редакция истории ВКПБ, изданная еще при Сталине в 40, по-моему, в девятом году. Вот она там подробно в этом написана. Ну и вообще, как бы, Ленин, это же икона коммунистов. Они только хорошее про него рассказывают, в том числе и про то, как он героически отбывал ссылку в Шушинском. А шалаш это не здесь? Это где-то в другом месте, да? Шалаш это возле Питера, там к Выборгу ближе. Это знаменитая его поездка в Шалаш со Свердловым, что ли? Где они там героически вдвоем спасались от кого-то в течение, не знаю, трех недель. Я не хочу говорить про нетрадиционную ориентацию Урианова, чтобы не упасть по просмотру. Пускай люди сами читают, кто такой Ильдис. Слушай, поворот направо запрещен. Хотелось бы просто вам показать с видеорегистратора. Да, поворот направо запрещен. Так. Интересно, вот сюда вот нужно? Вот, есть проезд, да? Ну, после того, как сделали ремонт, очень красивый музей. Один раз я здесь всего был. Да, один раз я всего был здесь, вот, не знаю, в году, наверное, в 18-м или в 19-м, не помню. Была у нас поездка еще за школой в этот музей, но я тогда не смог поехать, а? Так. А вот и... То самое. Ну, восстановлены прямо усадьбы. Как бы несколько живых домов. Разное, разное архитектурное строение. Вот типичный терем, полу-терем, видите, да, с большим балконом, таким выходом на двор. Пятистенки знаменитые, квадратные дома, вот они. Я не архитектор, к сожалению, не готовился к этому, надо было подготовиться, конечно, сказать. Пятистенок мы уже видим, полу-терем. Полу-каменного дома я тут не вижу, это когда низ кирпичный или каменный, а вверх деревянный. Ну, вот тут полностью деревянный. Зато, видите, ворота очень хорошо видно, они такие, как положено, такие, не старообрядческие, но у всех ворот были крыши небольшие, видите, да, слева хорошо видно. Ворота, вереи, витые. Это, мне кажется, это знаменитое здание, да, которое сам музей. Да, ну, это сам музей, дом Поповой, по-моему, где он жил там последние годы. Ну, там, после первого года дома Зырянова, когда он уехал от Зырянова, обозвав его кулаком, там, или кем-то там его еще обозвал, типа там. Хотя, на самом деле, сытно ел за его счет, фактически. А когда тут его перестал отвечать заимностью, если он его обзывает, то какого фига кормить. И потом, кстати говоря, Ульянов очень хорошо отплатил за добро. Значит, Крутовский, 83-летний в возрасте, был умучен и умер в Красноярской тюрьме, когда большевики пришли к власти. А помилование от Ленина пришло якобы с опозданием, Ленин не успел ответить, а за год ждали ответа. Потом, значит, у Зырянова дом был конфискован. Сам Зырянов на восьмом десятке лет был раскулачен, сослан на год в лагеря. Вернулся через год. За один год опять послалил свое хозяйство, починил свою сеялку-веялку, опять собрал большой урожай, отказался отдавать бесплатно в колхоз. И был опять вместе с женой, со всей семьей сослан. И пропал, короче, человек. А про Попову, у Поповой все было хорошо. Она такая поняла остроту момента, увидев, как отблагодарил Ульянов первого своего хозяина Зырянова, у которого он жил. Попову она была смотрительницей. Ну, короче, она воспользовалась своим положением хозяйки, где жил Ульянов. Ну, вот, в принципе, читайте сами, в книжках все написано. Ну, на этом мы, наверное, все. Пишите комментарии, ставьте лайки или дизлайки за то, что мы так вот долго ехали. До скорых встреч! Ну что, едем к Жене. Что-то хочешь скинуть сразу? Записать, закрыть? Чик! Это параллельно будет даже там, да? Нет, просто на всякий случай. Так. Какие назвать? Мы едем в Шужинское в музей Ленина. Все, кому не скинуться, смотреть. А что здесь отель есть? Вот он. Наверное. Ульца Новая 1. Спроси, сколько здесь номер. Вся номер. Музей? Пользуйтесь. Учет отрождение культуры. Вот он музей. Собственно говоря, музей. Гостиница называется Новая Деревня. Где? Гостиница Новая Деревня. Здесь? Да, да. Мы срочный зал. Давай, стой, стой, стой. Спроси у ребят. Скажите, пожалуйста, гостиница Новая Деревня. Где это? Прямо налево, налево. А я вроде возле нее стою, как по навигатору. Налево и налево. Спасибо. Спасибо. Где здесь налево? Сюда вот только налево, налево. А, то есть, со внутри, где тут есть? Столовая Сибирь. Не бери сейчас, просто узнай, сколько сюда. Да, да, да. Ждем человека, приедет, не приедет. Ну, пока что, ладно, тогда барлакан. И то лет на улице, заедите гостиницу. 9 звезд. Было бы электричество, было бы 60. Подкова, блядь, надо спить. Пис подкова приколохи. Пис нет. Что за сейчас кисть надо вязать, вот еще на памяти музея. То в спину, то в туалет, еще вот две подковы. Моя самая большая, а твоя вторая. Ну, завтра можно поесть, поснимать. На камеру и на видеорегистратор. Ну, отдельно сделать бы, а в паршюте. Сраба, что ли? Ну. Юный спортзал, Сибирь, столовая. Спросите деревню. Скажите, пожалуйста, извините, а где гостиница новая деревня? Не знаю. Где? Не знаю, да? Да и вкусней. Так, значит, нам надо гостиницу рядом с этим. С чем сейчас? С домом. Зачем с домом, с этим? Куда мы едем? Чучинская гостиница. Хорошо, что мы сказали. Здесь не такая же... Заверните, наверное. Сбербан к лареку. Сбербан к лареку. Движение запрещено Как здесь движение запрещено Через 300 Порядки Нежный магазин знания Можно идти Но наверняка будут всякие сувениры Всякая фигня Я просто на гостиницу Там где Рядом с Послушай меня пожалуйста Рядом с Женей Чтобы меня бросить в гостиницу и пушком налейти